привет всем с вами канал бестиарий я марина глебова рассказываю правду о содержании животных дома может оно и к лучшему потому что самка суриката если это не ваша самка это страшный зверь сегодня мы наконец-то поговорим о сурикатах очень долгожданное видео во многих видео мы рассказывали что сурикат животное социальное но тем не менее это животное с некоторыми особенностями характере надо помнить что сурикаты выбирают свою стаю привыкают к ней обычно до года иногда до полутора лет после чего все остальные люди и животные становятся врагами от которых свою стаю надо защищать и себя естественно сурикат животное берсерк не смотрите на то что он такого маленького размера животное страшное даже греча которая меньше чем свои собратья в два раза может нанести серьезные увечья и поверьте сурикат никого и ничему не боится если мы во всех даже самых ранних видео говорили что с самцами суриката дела обстоят попроще то с самками все совсем сложно дело в том что у сурикатов матриархат поэтому самки главные вставят естественно самки проявляют доминантное поведение в связи с чем хозяевам бывает сложнее с ними управиться это общеизвестный факт о сурикатах и поэтому большинство людей просто избегает того чтобы заводить себе самок этого животного наверно это и правильно но что делать если вы все-таки захотели завести себе самоуверенную независимую и весьма доминантную самку суриката как же с ней поладить или ешь что если так получилось что может быть вы купили малыша как самца а в итоге это оказалась самка такое тоже бывает хотелось бы дать несколько советов и немножко направить тех кто пошел по этому однозначно непростому пути сегодня мы в студии и сегодня с нами присутствует суриката греча те кто подписан на мой инстаграм наверное знают эту малышку у нее достаточно сложная история вы можете помнить эту серию роликов мы тогда утонули в гигантском количестве маленьких сурикатов и лисят выкармливали их посетили им практически все лето но мало кто знает только подписчики инстаграма когда малыши переехали в вольер в один из дней мы пришли метров животных один из малышей сурикатов не может закрыть рот сидит вот в таком положении пытается кушать но кушать не может мы точно до сих пор не знаем что произошло но естественно сразу поехали с этой малышкой по докторам и ветеринарной клинике сотникова доктор марина замерчу сделала ей кт и оказалось мы надеялись что может быть это какой-то вывек но оказалось что это сложный перелом малыш сурикат сломал себе челюсть в двух или трех местах я уже точно не помню надо сказать она была самой активной и самые и самые бодрые и горзые из всех малышей наверное это и послужило основной причиной такого несчастья но факт остается фактом ей пришлось поставить спицы ей пришлось поставить целую систему для того чтобы ее челюсти срослись правильно конечно нам дико повезло что в ветеринарной клинике сотнику есть такие врачи-любиры которые могут поставить систему спицы вот эти сурикату и подарить ей надежды на нормальное восстановление на нормальное функционирование зубного аппарата что очень важно для дальнейшей жизни но суть была в том что с этим аппаратом рот у нее уже не закрывался вообще жевать она не могла ничего есть она не могла ничего и эту крошку приходилось кормить с контейнером прямо в желудок мы брали детские пюрешки там мясные овощные добавляли витамины балансировали корм но все это приходилось заливать прямо со шприца в желудок это достаточно стрессовая операция и понятно что для малышки это была большая печаль да и для нас большая печаль была 6 раз в день заливать в нее корм стабильно поэтому мы попросили помощи у нашей подруги борибасовой вы многие ее уже знаете потому что она выкармливала нашего птенца чу пока я отсутствовала в германии что она выкармливала наших малышей грудок и сейчас она снова выкармливает малышей грудок вот и тогда она взяла на передержку малышку который надо было выкармливать из катетера как вы понимаете малышка это сурикат и гречи которая сейчас присутствует в студии она целый месяц провела с системой на своих челюстях целый месяц сращивались ее кости при этом мы ездили наблюдаться в клинику и в один из моментов спицы пришлось немножко переставлять то есть в общей сложности она пережила три операции установку переустановку и снятие спиц и все это за месяц неудивительно что при таком стрессе она за этот месяц не набрала ни грамма при этом ей было всего два месяца это такой очень активный период роста и набора веса я не знаю почему она не могла есть очень много корма я подозреваю что это связано именно с искусственным его заливанием но если вика пыталась залить ей еды побольше ее просто упала поэтому так уж получилось что она не набрала ни грамма и наверное это сказалось на ее поведение я поняла потому что малышка греча оказалась самкой что в общем-то сложный вариант питомца суриката кроме того она оказалась самкой которая запечатлила в детстве а голод крайний голод невозможность поесть самостоятельно тело месяц провела в таком состоянии она очень маленькая она весит всего 500 грамм она почти в два раза меньше чем ее нормальные сородичи и чем ее родные братья и сестры надо понимать что это прямо супер крошечный сурикат она по размеру больше похожа на крыску ну он тебя не трогает вот короче она у нас сложный и характер гречи был просто дико сложный и не просто так убираю от нее руки она милашка она классная девочка она меня уже кусала вот шрамы у меня на сей пор остались и и кусать она стала свою хозяйку также и честно более вспыльчивый и стервозный сурикат и даже самки мне видеть не приходилось грече очень повезло Вика чтобы вы ее представляли она любит сниматься но она ростом где-то метр сорок пять метр сорок пять ладно весит тридцать пять килограмм и при этом у нее живет огромная нестандартная переросток восточноевропейская овчарка Кай который весит больше чем она если бы она не понимала как договориться с животным я боюсь что она даже выгуливать свою собаку не смогла только если верхом и то недолго поэтому Вика просто начала перекладывать принципы собачьей зоопсихологии на сурикат потому ли что сурикаты тоже социальные или потому что принципы положительного поощрения действует на всех животных сказать сложно но это начало работать в чем главная ошибка воспитания самок сурикат многие люди когда слышат что они доминантны решают что с ними надо бороться бороться напрямую думаю что доминирование это значит что сурикату надо любить или как-то по-другому показывать свое место в стае но помните что сурикаты четко делят мир на черное и белое на своих и чужих да у них есть свои внутренние разборки в стае но стая это дружелюбное сообщество их мелкие стычки не должны заканчиваться серьезными побоями и они доверяют друг другу поэтому если вы начнете бить своего суриката вы просто перейдете в разряд чужака постепенно и вы потеряете доверие а потеряв доверие вы просто перестанете быть частью его стаи и вы будете ну вы будете для него никем пустым местом то есть вы не точно не добьетесь доминирующего статуса в стае вы просто из стаи вы будете все и о том чтобы сурикат стал вашим питомцем можно будет уже забыть доминант он сильный он уверенный в себе он ведущий но он не тиран и не агрессор у животных чаще всего агрессия это последним бишь страха то есть если вы проявляете агрессию то какой вы доминант вы что же надо делать я не зову психолог я сейчас вам конкретно все ваши ситуации с вашим животным не разберу но новенько так любезно была что предоставила ряд литературы по зоопсихологии которые можно прочитать которые которые поможут вам сформировать в принципе понимание как налаживать контакт с животными вот это надо будет перекладывать на общение с вашим сурикатом это надо будет перекладывать на конкретно вашу ситуацию на конкретно вашу самостоятельную независимую самку суриката конечно я по-прежнему не советую всем кто хочет завести милого домашнего суриката заводить именно самку самка это сложнее бесспорно но и наладить контакт с непростым животным бывает намного интереснее то есть если вы уравновешенный уверенный в себе человек готовы наладить с другим таким независимым существом связь то возможно с самкой суриката вам будет даже интереснее чем с плюшевым самцом универсальных советов быть не может но зоопсихологов сейчас много и попробовать и даже если вы не можете сами освоить всю литературу можно попробовать обратиться к специалисту но главное что это возможно все возможно можно жить с самкой суриката без больших проблем главное еще не тиранец боже мой как я уже устала это слышать одни и те же ошибки люди совершают один раз четыре года назад сказала что самки доминантны все все забили своих несчастных самок суриката они агрессивные ну а вы бы что делали тоже были агрессивные оператор Вика Барибасова ссылка на инстаграм вики в описании и отдельное спасибо суриката гречи за то что вы просила меня на свое время съемки все пока